так сейчас меня как слышно 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 но есть вопросы и люди задавали и мои вопросы личные но его по происходящему в мире хотел бы задать вам вопросы давай секунду я делаю вот игнать технович но вы же известностью сейчас какое событие происходит в нагорном карабахе война азербайджан армения сейчас уже данные пришли что в армении жертв и подходит уже количество которое было в афганистане пока количество смертей вот сейчас некоторые данные передают что огромное количество и собственно если вам известно связи с чем вообще связан конфликт но и сам вопрос будет звучать уже в духовном духовной сфере как поступать в данном случае христианину вот армянину на меня выходят армяне они интересуются вот этим вопросом как быть тебя призывают в армию что делать что интересно даже в чат рулетки у меня нисколько никогда не было стали многому этим армян как сегодня вот как будто специально я всем им дает к определенный совет они вначале как-то забунтует а потом сразу соглашаются наверное так и есть я когда все же вы не молитесь когда люди не знают ответ это не ладно бог то это не до того делает с нами что-то чтобы не понимали кто христиане из вас был я спрашиваю определенно азербайджанцы или армяне ну армяне а те мусульмане ну так на них действует закон христов евангелия да нет значит с кого спрос больше будет с вас у вас откровение в последней инстанции пришло возлюбите врагов ваших а вы стреляете в них ну а как же они нас нападать никак вам скажите прекратите стрелять и все мы горный карабах освобождаем полностью людей перетянем но вы нашим поможете деревья построить может договориться то есть до домой идет война не вы согласились построить жилище конечно и все армян то сколько и барнауле и везде и дом это молодежи то и нету считай мы были азербайджанцы то у них нефть кормят а этих то ничего нету мы христиане первый вопрос значит отдать договориться можно там где-то за столом у путина легко сказать мы оставляем карабах извечный вопрос решен но нам помогите людей которые оттуда приходят компенсировать им эти дома то конечно я знаю даже заранее что алиев им ответит определенная щетка все кончилось войны нету а люди то молодежь то бежит почему им не охота участвовать в этой брату мы же братья по адаму то все вот и весь сказ у вас молодежь то я из-за карабаха разбежалась и вся нету и это понятно и там только снайперы сидят азербайджанцы вышли что-то там делать они снайперов хороших наняли и двоих убили ясно дело сразу доложили президенту мы не нападали мы там делали что-то они все время караулят нас я был армении был в азербайджане азербайджане были доме мулы ночевали у нас ролики записаны мне то постороннему человеку вопрос задают я по евангелию должен решать как господь сказал отдай им верхнюю рубашку снимают города и долины ты маленько то шире разверни это все и главного сегодня у меня были армяне и все согласились так я-то не успел и толком разъяснить и чё уже ну сколько их было и все согласились а в гости кто-то в чат рубец что-то шаш оборщение а чего это такое вот и вопрос решился все больше рассуждать не о чем у нас кто будет слушать армянка тогда было когда раньше еще и на операционном стиле ли на столе лежит смертельная рана наконец пришла в себя на хирурга глянула карабах отдали или наш да наш все спокойно умру это надо умирает на суд позже идти один вопрос и как а рабах где остались без рубах все уже насадили на этот карабах у меня для меня вопрос никогда по-другому не решался а к вам бы сейчас пришли то другое это другой вопрос я живу на той земле который мне дал господь страна здесь а если скажет переселяться да не надо гадать возноситься может быть на мороз выгнали никого убивать не надо и жилищ выгони только и все и все перемерли как французы в москве карабах решает вопрос чисто по-евангельски армяне но не азербайджанцы они делают по своей книге по своему научению его хвалят за это он хороший а там довольны будут конечно довольны а вам и на этой земле жить некому там ну просто на народу то мало мало я был там разговаривал с людьми в когда в деревян привозил свои книги как щучо армянское радио армянское радио только о блуде значит как-то смогли себя так зарекомендовать думы то есть о чем ты знаешь о чем говорю это где-то что-то запрещено у них вроде бы я еще тогда когда неверующий был слышал это все похабные анекдоты вопрос решены больше ничего сказать не могу отдать но предварительно договориться за столом посредственной стороны путину то нельзя склоняться ни на ту на другую сторону на так бы все были решены весь мусульманский был мир мусульманский два миллиарда услышали об этом решение и он бы сказал христос повелевает уступить я делаю это ради христа и армянский сказал бы вот это да вот это учение понимаешь нет такой шанс из рук выпускать то никаких где мы сделали что теперь вы если знаете у нас только погибло платить надо этим вот от вашего оружия вы у вас нефть есть давайте хоть кукты у нас же нет ничего согласиться на пенсию там своим которые убиты а ваши которые у вас столько денег то у вас же там нефть главное куда гитлер рвался то грозному до сюда вот и вопрос его вопрос это никакого нет потому что уже все решено было христом на горной проповеди я закончил отошел ну да вот вы уже начали с этим говорить но как все таки россии как поступать вот как христианской стране россии имеется ввиду не как свой державе которые разницы нет до евангелия а вот если бы россия была христианская страна по-настоящему и надо было поступить по евангелию как бы я сейчас говорю только карабахи никуда другая не это не переносить никакой экстраполяции не делать конкретная щетка собрались они так и есть собираются в москве когда эти конфликты возникают и они тут перед путиным все это делается и сказал бы я христианин открыто но не надо говорить то что фальшивый христианин то президент так только остальное то все подыгрывает масоном и с этими вирусами а сделал как в швеции здесь нет и все кончат ни одна бы зараза не подошла нет виляет кого-то так и здесь ребята кончать надо определенная щетка мы христиане уступить и мирно мирно заходите помогаете наших перевести жилища прям строитесь и сейчас же сразу мы будем строить вы все это оплатите согласны даже разговоров нет согласны даже построить и нужно до одного там я не говорю миллион там и всего-то ничего 50 тысяч мы до 100 тысяч построим дома они за карабах умирает отдать им его и на этом конец все вообще ничего вопроса то нету сколько раз говорили почему вы не советнику путина а другие почему вас патриархом не избрали я говорю бодливой корове бог рог не дает у него у него камолая называется но совета простой мне когда тут пришли я рассказывал уже знаете был карлин александр богданович когда этот евдокимов того погиб от скорости своей хлопнулся а он друг путину и путин приехал хоронить его сюда и нашли причину вальков был глава милиции генерал-майор его сняли что он снял сопроводительную машину сопроводитель еще бы дала на сзади ехала когда уже разбитый лежит не за счет сняли то его а он добрый был такой милиционер этот к нам приезжал потеряевку я его знал встречался с ним генерал низшего звания и вот здесь мы должны были бы так и поступить вот вопросы тогда были заданы он когда к нам приехал а кого как избирать там то другое и он его поставил своего и таки этого карлина а карлин юрист высокой степени там в москве а теперь карлин этот решил сделать совет из религиозных деятелей совет православных забунтовали мы-то одни а мы этих еретиков то сколько здесь разных зарегистрировались они задавят их и решили так объединиться с теми кто раньше был здесь традиционная религия мусульманство иудаизм там не знаю буддисты были нет и и двух благощинных ко мне сюда прислали я их встречаю беседуем они я говорю почему вы раньше не совета но сейчас решили написали чтобы карлин не принимал тех то чтобы только вот мы традиционная я вы знаете ребята давайте конкретно четко ясно поговорим вы видели что путин рядом с патриархом ну да значит патриарх не с баптистами не это пути не с баптистами нет ни с адвентистами ни с кем мы сейчас ориентир держим на президента значит и здесь у вас должна быть эта связка мирская власть с православием и этот юрист высокого класса он против закона не пойдет а по закону все равны перед законом они должны войти в совет но вот мы решили что вы пошли меня избрали они там ну мальчик для битья чтобы я карлину александру богдановичу вручил эту письмо и а уж и мне терять нечего я горюйте не надо вы зря пошли там сейчас к иудеям другим зачем людей тревожить все они люди хорошие и внутренне они вас не поддержат вы же знаете что они не христиане а что делать ничего делать то и не надо вы просто пойдите и скажите александр богданович у нас просто некогда заниматься этим мы не пойдем в этот совет вы понимаете что это какой резонанс будет такой он скажет а мне совет тогда и не нужен ему надо чтобы патриаршина была вместе он против закона не пойдет юрист высокой инстанции а мне потом звонят а я я вечером мы советовались завкафедры теологии государственного университета в барнаву алтайского края там была одна такая турчанка такая симпатичная завкафедры марина маратовна волобоева и она как-то на тихо ночь александр богданович отменил горды не надо никакого совета когда пришли а как вы это узнали да ну тут два хода всего-то ну еще совсем тоже шах и мат я говорю все кончилось ой-ой-ой они от меня звонят епархию тут такой духовный потенциал что я проповедую благобедствие ничего это 0 вредно а вот это сказал потенциал лицемеры этого один из них погибло в фамилия благочинного погибло в горно это она волтое а этот войтович я не знаю там за 50 лет то есть их прожил нет все умерли никого нету это 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 просто строку как бы сказать у меня были отношения с ними хорошие но рассуждение и были все время где-то нас власть еще из власти закручивать а времена меняются они нет изменилось все после перестройки кроме московской патриархии кгб две организации остались при тех же делах и при тех же мертвецах это я читал это глеб якунин сказал не мои слова вот и весь ответ и здесь та же самая история я думаю я так себе соображаю допустим кто-то со мной не согласен но как по-другому и сколько положили то за эти годы за эти карабахи то перри перестройки сколько армян порезали сколько азербайджанцев погибло это еще это все не на их совести это все на наше мы христиане с нас спрос будет по полной программе от судящего на белом престоле 20 глава откровения 11 стих господь бог с нас просит мы даже любить врагов по армянам дать совет любите азербайджанцев они вас избавили от многого этим сказать если у вас такая заповедь была бы я бы тоже вам сказал любить но у вас нету враг не сдается его уничтожает максим горький но мусульмане воинственная религия и поэтому с них и я спрашивать еще не могу вас армян можно спросить решают они у тех и молодежи и богато живут и всего этих ничего нету корова я первый раз видел коров выгоняют они там с города или большое село и коровы идут а здесь как траншея прорытая где машины идут и глина глина и скалы и они так травинка даже не видать они грызут эти скалы эту глину я такого не видал даже а где же они все наберут на видимо нигде круглый год пасут и были бы друзья интересно проехать из армении в азербайджан нельзя нужно сначала вернуться мне через грузию потом к ним и туда опять попасть опять через грузию туда то есть как будто очистительный канал какой-то в армении нас еще не спрашивали в азербайджане знаю тех и говорят вас там кгб армении допрашивала нет не допрашивала нам нужно только сейчас библиотеку попасть и мы уходим они нас там держали держали сколько а когда увидели у меня что-то там в конвертике а что это такое я горят миротащила иконы от болезни да а вы мне не отдадите ее сразу и вера проявилась и живутом потереть надо где-то на груза бери я не привязан интересно только воевала увидел ваточка там намощенная она маленьком пакетике запечатанная но я иверской божьей матери там не надавали в америке вот дорогой брат ответ надо брать ответственность себя следующее или нет больше как азербайджанца ты доволен был то если бы так поступили ты за божане конечно мне даже бы неудобно стало да а теперь армянские подсказали больше ни одного убитого не будет любая мать потерявший сыновей жену можно сказать бы согласно лишь бы только не убивали и тогда не надо бояться не надо граница открытая было бы а азербайджан то не постигнул бы это нападение на другое государство тут войска он могут ввести но они это бьются то что принадлежало когда где надо было благовестников раньше посылать на что говорит мусульмане то пришли когда 632 году их основатель умер то армяне хвалятся а мы там ну ясно дело что там четвертом веке они обратили уже христианство страну свою но к вам то легче всего было и дальше погиб на горном карабахи то язербайджан бы никогда к вам и не заглянул туда вы сами виноваты в этом что сидели спали вот и простой ответ это на молитве бог дает ответ надо вот это оружие полюбить как александр македонский проходила в одном месте там они все собрались на горе и над ним издевались и он не потерпел и сказал кто может залезть и 300 человек согласились а ночью залезть и туда и начать войну а потом разломать где преграды но и получилось так что из них там сколько-то 15 или сколько упали ночью разбились и здесь горных арабах бы пусть кто-то и погиб был бы христианская страна не было в конфликта мы сами виноваты и нам бы казани надо завоевать бы нам то есть русским то если бы люди обратились ну раньше то почему не шли к ним это все бы были там же у них есть у башкиров отдельную область районы где христиане дошли там христианский по день проспали а теперь воевать надо воевать это значит вы уже давно по-мусульмански поступаете они по-христиански или идите к ним туда оставайтесь все и все равно не отобьют это потому что у него оружие всего больше сравнивать даже не приходится население больше это молодежь сплошняком я были были где-то проехали никого нету пожилые какой-то рыбой торгует из сивана озера их в озеро всех загонят они как 40 мучеников будут вот и все а то повторы начнутся да ну тогда следующие вопросы давай если по силам будет постараюсь ответить ну сейчас я вопросы хочу задать по священному писанию что люди мне присылают вот присылают всякие ну вот баптисты десятники ну и точнее люди которым они задают вопросы они говорят спрашивают а кто говорит трупу рукоположил апостолов торгу положил апостола павла и говорит христос избрал меня говорит это есть рукоположение апостолов избрал избрал это рукоположением является вначале всегда так а дальше уже пошло определенно как они даже нет христа тоже на земле нету поэтому власть я передал им вот и все и таких мест мы найдем ни одно не два что он избрал а избрание христова как считаем и отверженное через которое викторию его я начал искать а как и пископом становится ангел это на кого бог савов плюнет говорит слюна попадет тот и епископом тут два варианта что плюнула уже никуда не угодно а другое дело сделай бренья из пленавения и прозреешь там в этой книге отвержена мильзарабля вот такой ответ но вот сам факт рукоположение апостола павла библии где-то зафиксированы или нет но антонио это пришел к нему кто его на ней а нанятая он ему и он и рукоположенным считать рукоположен епископ зашел то и он крестил его и сразу поставил на посох бог тебя избрал я как мог препятствовать и петр на это ссылался если господь избрал как я мог препятствовать хотя было есть при нем шесть свидетелей правда порядок бог господь изменил сначала духа святого потом крещение потому что иначе нельзя было доказать надо рассмотреть не это система твердая крепкая для нас а для бога господь все меняет творю все новое все господи да все же хорошо ты сказала весьма хорошо весьма хорошо мы почему не можем понять что творение божие настолько мудро устроена и ни одного если бы кто-то задумался об этом ни одного безбожьего не было бог есть я не знаю какой но это только божественная мудрость могла создать эту бабочку эту пчелу и чтобы делала эти насекомые деревья кустарники птицы рыбы животные чудовища и все разное и все породу подобию приносит ни один осьминог на акуле не женится и ни один воробей никогда не не женится на снегире или ласточки да ну понятно благодарю сейчас следующий вопрос может ли христианин верить в эволюцию да может ли такое александр так и говорил я эволюционер я верю в эволюцию бог сотворил да но это путем эволюции из обезьяны вроде бы но большего безумия сказать нельзя богу эволюции не нужна она как же улучшает породы какие породы породы поврежденные грехом и пытается дотянуть до того уровня который был в раю это все надо просто понимать так ну а пытались человеческое семя на обезьянах попробовать да генома не то днк не то ничего не получилось хотели сделать таких роботов чтобы ничего не думали шли только подрывали себя и там специально санатории где обезьяны шимпанзе жили нету другое совсем ну а как же лошадь скрещивает там сослом ну получается там лошак или мул смотря кто на ком женится жеребес на ослице или осел на кобылице но это одно и то же племя одно и то же оно сходится но потом что они давать не могут для себя человек делает потомство нет вот индоутки делали это узаконенное беззаконие по-другому как назвать бог сотворил все хорошее но попорченное грехом она стала ниже на много ступеней по достатку по количеству мясу по годности в пищу по противостоянию по 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 этим погоде везде и человек путем опытным институты там и ученые они пытаются хоть маленько улучшить природу которая была попорчена грехом дальше не говорят бог не творил то что у нас сейчас вот это есть она перри преобразовано уже вместе с человеком сделалось смертным она стареет она умирает она хлипкая такое восстает против человека первый ребенок на гнездо змеи там простянет гнездо вол вместе со львом надо всегда это говорит душа по природе христианка какая сотворена а нынче она рождается язычницы маленький ребенок в люльке лежит уже капризничает требует свое надо договаривать не договори даже священники то вот ответ весь мне интересно ну да я знаком со многими людьми которые сидели у баптистов то другое и когда они узнали что ко мне кгб хорошо относятся там какой-то знак сделали что меня не убивали и это знак суровый такой видимо был потому что сразу они прямо на вытяжку становились вот это значит я и завербован ими то есть такое тарапаретное мышление они увидели и потом уже они сами говорили лапки никогда камни за пазухой не держит я говорю как есть и они это видели и бог им на сердце положил что я молюсь за них но если следователь один обратился стал священником тут они недовольство показывали какого человека погубили у нас это надо просто испытать а когда люди не испытать еще так что интересно меня из тюрьмы первый раз освобождали приехал подполковник кгб курировал меня на своей машине оделся со всеми орденами у них красивая форма мне понравилось и значок щит и меч и меня вывел из тюрьмы выходим а надежда васильна рядом мы стали прям на крыльце на крыльце склонились на крыльце тюремном склонились на молитву а он стоял рядом со следователем меня привез до дому и следователям следователь уже не нужен был и все равно я вашей матери обещал вернуть а потом мне говорили знаете игнать их вам бы только у нас работать вы любите такой порядок вот вперед просматривать события как политические вопросы так разрешаете легко при том они это видят только бы у нас работать я в этой стране живем я не хочу и враждовать с вами но я должен сказать что за все будете отвечать за расстрелянных за разрушенное это же ваше делали нквд это же все ваше потом в отдельную структуру выделили ну ладно это между делом ну все таки вот по поводу теории эволюции да да никакой эволюции нету 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 и не было это теоретически нигде нету того чтобы слон превратился в бегемота нет нигде чтобы курица превратилась в дрозда нет этого все остается тоже а как же нашли кости там динозавр там человек пятиконтропа астралопитек все это академик верхов доказала за заряди верхов немецкий ученый это на два с половиной метра кость от кости находятся к разным породам там шимпанзе или где-то и теперь все слепили показали ну на дураков рассчитано то ничко показано человек согнулся длинные руки до пола он идет вот такой был таким стал а не был а был то он какой когда вышел то с богом разговаривал он просвещенный было потом уже боялся кто встретиться убьет меня вот так но что стоит за этим вот за вот этими вот за этой ложью что за этим стоит почему человек в массе своей так легко это принял потому что ни за что не отвечать зла то вас прямо говорит страх и играть причина подробно об этом говорит что за бога нет ничего не отвечать сблудил изменил украл убил ничего нет изменил слова ложное свидетельство дал не отвечать ничего либо люди не догадались не нашли а перед богом моя совесть во мне а что такое совесть мое изрещение но в интернете есть это тот участок души через который слышится голос божий моего заглушили замазали и все это невыгодно говорить правду я как-то сказал вот вы воображаете что было бы если бы сейчас по правде жили ягру страна развалилась бы как-то да так везде все ложь все на взятках это еще бы не было по-другому не умеете жить уберите всю статистику лживую сведения о погоде и так далее развалится все никто никому не будет доверять и ничего неужели это так неужели столько у нас оборотней полиции неужели столько врачей которые не знают ничего портят гробят людей правду то сказать ну ладно никто не знает замазать и все лечили лечили от другой болезни или сейчас вот с этим правду то все бы как закричали что мы делаем на мордике надеваем у них задача утилизовать 7 миллиардов да что же мы это и знает и молчат думает его пронесет не пронесет вы первое поедете сейчас у кого маски то были эти на мордике перчатки болеют с экземой какие последствия ребенка вообще нельзя это он задыхается надо чтобы воздух проходил через эту плотную ткань и везде прыщи пошли правда там все бы сказали так все и сдохла собака белга если еще бы не сделал строится то все на лжи какая-то пандемия когда эпидемии нигде не было пандемия при эпидемии не более одного процента пандемия там три и тогда только можно объявить а это ничего нету я ушел ушел богом он ушел богом бога богу я сейчас закрою вот за тобой вот так грех и грех заставляет что угодно думать человек произошел а от порося порося от карася и так и пошло и наконец из воды выполз выпал я человек или не человек дату из пивнушки вылез обоссаны другими так ну давайте следующий вопрос тоже человек прислал и вид 19 19 уставы мои соблюдайте скота твоего не своди с иною породу поля твоего не засевать двумя родами семян в одежду из роднородных нитей и шерсти и льна не одевайся человек спрашивает это все образы какие-то для нас что-то мы из этого что-то можем взять что это означало для чего бог это сделал вот это разделение бог взял разделение действительно хороший ответ вот в израиле у них так нет в ресторане два окошка в одном молочном другом мясное еще никому не удалось получить одновременно ешь это или то не варите а да кто же на варит чтобы этого не случилось они сделали так а кто-то сварил в один и весь израиль был бы виновен так поэтому надо помнить что бог дает лучшее им сотворенное и он об этом все время на понимает напоминает и сотворил бог и все хорошо и весьма хорошо поэтому призаз при засеве при смешении получается совершенно не то что бог творил и мы не знаем какие последствия как левая влияет это на почки на разум нам кажется ой ой этот индоутка теперь и индюк и утка не плавает но похоже мы не знаем последствия даже вот этот телефон сейчас говорят последствия разговора сегодня они ограничили две минуты не больше две минуты и не больше пяти раз в сутки вот ответ ответ а если больше рак мозга и узнаем это через 35 поколений это наследственно это простая фигура и и столько времени надо уничтожить изучать какие последствия будет и последствия вот этого смешения и бог об этом напоминает везде сделай надписи на косяках дома какие там косяки были еще ты напишешь на и там ну что помнил коробочки восклили и эти расширяют чтобы больше туда какие-то тексты не в карман положить но в карман положил да и затер и забыл а тут на лбу тебе надо снимать это как маску и они как рог какой торчит вот идут и сейчас сегодня так делают все только для того единственно для того чтобы бога прославляли и соседние нации когда соседи узнает какой у вас закон не то чтобы исполнять а просто узнает прочитать и скажет какой великий этот народ умный им какой закон и бог дал это бог все делает для того чтобы ничего не смешивалось с язычеством нигде и никак никак не засевайте то что опыление идет может что-то другое родиться вы там уставитесь и не знаете может отрава получится где-то бог сотворил все и весьма хорошо хорошо и весьма хорошо и поэтому вот что где-то там кисточки про это говорится чтобы шерсть и лен это только для одного чтобы все время мы помнили бог все совершенные бог все совершенные все создал и ничего не надо менять эти одежды надеяло допустим кисточки чё мне тогда дает напоминание я вот даже лежу я по-армейски у меня написано когда переворачиваю может голове путь то что в ногах было а в ногах бывает но я же бываю все хоть и в сапогах но все равно что то есть я портянку каждую подписываю на левую ногу на правую чтобы именно внутренней стороной портянка когда берется от ноги поставь ты за залаза закладываешь а который еще полотно должно быть во внутрь между ногами другую ногу в эту сторону чтобы когда перевернешь сгиб был как раз там и у нас многим я ямка есть чтобы не натерла ногу и поэтому вот все умно господь премудро сказал там не разницы никакой нет это не влияет из шерсти и чего не было смешения больше не для чего это никакого здесь ну а это духовно какое общение уверенного с неверным и дальше уже ты можешь расширить это дело перенести во временной форме на сегодня ничего больше нет я не у федорита нигде про это не считал я стал смотреть хорошая лен хорошая шерсть хорошая хорошая вместе нельзя вместе нельзя потому что в конечном счете это переходит по ступеням дальше нельзя животных нельзя уже допустим лен то это уже обтрепанный а когда растет нельзя повыше ступенька а теперь еще повыше животное но это уже рядом с человеком и мы должны верно и неверно не совмещается что общего а потом еще выше что общая христа велиара заметь как по ступеням бог велиар и дальше идет человек верующий неверующий животное там копытное не копытное это как нечисто нечистого нету бог сотворил все хорошо а вот жвачка то другое это для того говорит златоус чтобы человек колол то что запрещалось в египте жвачка у быка и бог это корова священная как в индии то она зайдет у него там пожирает в палатке то он не имеет права даже оттолкнуть ее божество я один раз когда прочитал бомбей было самолет две три почти три сотни людей и он не может сесть корову вышли на стадион и никто не может прогнать он пятый круг уже делает что-то делать и самолет осадить надо горючий кончается и только один догадался схватил магнитопон и скорее в зоопарк и там либо что-то разодорил давай реветь я записал с магнитопоном на поле включил коровы хвосты дудками пошел с поля но отсюда можно тоже взять как они божество свое любят если бы мы так христа то любили как они корову любят священные коровы и здесь все совершенный бог все совершенное творение и теперь по ступеням мы везде пользуемся адам то этого не знал не было там копыт развоенные вообще этого не знал чисто не чисто господь впервые им дает знать свинью нельзя а теперь свиное мясо на счет рожается ты заряди свиное сало действует на мозги даже вредно но можно на можем и христиане нам разрешено но не больше того я не пойму это у тебя там мелькает что-то у меня у меня а я обращаюсь думал меня так я запу сейчас минуточку какое кресло я себе сделал то смотри видал видел с другой стороны какое оно деревяшки там по моему ну да это стул обыкновенный которым вы сидели потеряю кита я его вот как сделал а а вот теперь снизу то профессиональный стал не только для того чтобы когда я работаю я засыпаю и падаю чтобы я не упал а когда моя голова сразу покоится вот так вот то вопросов нет я не падаю 15 минуте опять на ходу и там такой же потеряю у меня сейчас такое кресло есть если приедешь так посидишь маленько в нем как раз голова вот так откинулся все вот такое дело так и скажи кто вам задал для того чтобы люди помнили все совершенного бога и премудро создана и бог на непрерывно нам напоминает надписями не смешивайте что все прекрасно но породу и подобие своему должно приносить не мешайте все остальное во вред вам будет ответ 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 ответы на сегодня вопрос а заканчивай пожалуйста другой молитва и откровение божие евангелие дух святой по-другому никак как патриот я бы сейчас стал говорить о как вы чё дни речь идет о карабахе а войну напал гитлер я говорю вы начали смотрите мы бы жили по евангелию он не родился бы алоиз не защищал бы его ядольфа дал алоизовича не было бы вы понимаете нет вы начинаете брать когда концовка уже грех возмездия пришел за репрессии за расстрел за уничтожение чего за за волновались теперь а надо еще делать ничего не надо было делать жить свято считаете плащ еремии одну одна глава одну просчитайте и вы увидите как все задрожит они в плену оказались как мы поступали мы что посеяли что посеяли то и пожали но я просто говорю так я не не политик я все наклоняю к тому что бог бог нам это открыл открыл за грех возмездия пошлю войны и там перечисляет военные слухи не бойтесь не ужасайтесь мы заслужили это а вот сейчас будут уничтожать вакцинировать насильно будет милиция ловить ставить уколы ничего не сделаешь а вот тут как раз и выявится выпьешь смертельное не повредит здесь случаи начнутся а про этого али сегодня мне сбросили который с тобой разговаривал то мусульмане его терюшит сейчас что он больше ветверида приносит чем защита да никто такой слюнтяй самое простое объяснить не может цепляется и как вот и дулевич какое лицо как он это лезет везде там не ничего нету не то что там возвышенно просто по-человечески ничего нету ничем не вино ему надо по-другому не надо ему ему надо чтобы обязательно что я незаконный батюшка незаконный а он законный там миссионерском отделе он учится там ничего нету один зловонный запах когда она особенно там по буддистке играет там что-то где-то и меня спрашивают написал говорю да никакой печати ничего нету лжец он все надо жить интересно интересно надо жить интересно в том что я познаю все время новое у меня интерес возникает вот еще раз задали вопрос я опять помолился и теперь карабах и сразу пошли на меня в армяне я их как бы испытал уже ну в малом масштабе никогда столько армян не было на меня как сегодня и притом и кое-где там видно что они на работе вот так а все но все тогда с богом дорогой брат все сбору отцу скажи и найдите кто считал стихи это рассыпались ни одного нету ну скажи по одному стихотворению в день то можете насчитать одна картинка ничего больше не на что буху ползли только тут как тут не надо много это мне писать надо было долго думать глубокий смысл заложить а его и сам не понимал теперь только начинаю расшифровать и ужасаюсь моя рука это писала при том это представь себе 500 листов пачки продаются бумага а4 и 7 пачек я все списал отверху до низу ни одной ни одной поправки нету понятно что так не бывает а ты посмотри какое необычное какая рифмовка бывает там слабое озвучание в рифмовку ставит до стихи в то же время и сложное понимание и но 3 бывает трехслойные у меня отец вчера читал он говорит такие стихи я буду начитывать они игр трехслойные есть при 1 2 3 слой до отец будет читать скажи громче считай ближе микрофон громче и все это это исправим этот вопрос мы исправим как первое когда множество книг про библиотеку считает владислав вот это как образец его братья да там есть мастера художественного слова не торопиться и если понижает голос где-то микрофон ближе чтоб всем было слышно у вас а голодный подходящий такой ну то есть еще непонятно вот владислав там скрипницы они все время пишет а что в этих словах когда вы ее и сколько ни один не сказал это вы выдумайте а я думал об этом но даже побоялся думать что там такое я сам когда считаю и смотрю и как не так это перенос событий идет и как именно баблейска с сегодняшним должно видеть увидеть у меня это стихотворение поискать как мы с одним евреем в саду сидим разговариваем он обратился к христу и теперь об евреях так интересно вот как хотят в вагоне так и доехали ну и к утру вместе уже сидели стояли на коленях били билет кассир на одно место два билета дала это вообще я уже слушаю каждый день это не другим присылаю а то понимаешь это нельзя не высказать никак это того делает бог находит и слова полагать всем пащик от сравни какие они и до одной сверху донизу 36 строчек карандашом потому что я берегу ручку карандаш самая дешевая и ни одной поправки нету вот самое то главное такое не бывает это любой скажет семь пащик исписать с лишним вот ради одной такой встречи как в поезде уже стоит жить вот что бог послал но допустим и с евреем сидим и в саду беседы мы считаем что вымесел автора хоть как но это все возможно в мире но любое что я говорю скажет а у этого не было но не было но ты предполагаешь было это могло быть предполагай у богата на миллиарды людей это случай какой бы ни сказал он уже был он уже был не ты первый но было ли так чтобы называть такой редкий случай я вот пошел рыбачить а денег не было я рыбу то стал дома чистить а там две золотые монеты да не может этого быть ну не может а может иди забрось суду и вытащи создать заплатить за нас если там было то это не означает что не может быть а вот человека какие-то заглотят счетом через четыре часа кажется было убили кита вытащили кашалот это человек он заглотил со шлюпки и он весь уже истелел кислота как в ванне три дня кина опутала голову там он молился пришел и не стал брать никакие выходные не больничные листы пошел проповедовать как из подводной лодки вышел но для верующего да да христос на это ссылается вот так ну с богом с богом слава христос хорошие вопросы брат принес отошел